Грубые ошибки мужчин в отношениях с женщинами. Это забирать у женщины подарки, которые вы ей ранее дарили. Манипулируете, выхитрите, вы обманываете. Зачем вы это делаете? Сам не может объяснить, а как бы он хотел вместо этого. Вот так мне не нравится, вот это плохо, вот это невкусно, вот это фигня, вот тут ты ведешь себя не так. Правда неприятно, правда какое-то некомфортное ощущение. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог, магистр психологии. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, первая грубая мужская ошибка это забирать у женщины подарки, которые вы ей ранее дарили. Просто вдумайтесь в это. Обычно так ведут себя обиженные мужчины, которые хотят как-то женщину или девушку подколоть, сделать ей плохо или манипулировать ею. И понимаете, мужчины, если вы дарите женщинам подарки и у вас есть опция по какой-то причине это потом забрать, это есть у вас такое мышление, тогда пожалуйста предупреждайте об этом девушек и женщин заранее. И говорите, смотри, я тебе дарю подарок, я тебе дарю телефон, браслет, часы, не знаю, что там, деньги тебе даю, чтобы ты решила какие-то свои вопросы. Тогда предупредите ее заранее, что это не подарок, что вы даете это на временное пользование. Либо что, если вдруг мы поссоримся, то я это буду пытаться у тебя забирать. Но вы же мужчины, этого не говорите женщине заранее. Не говорите, соответственно, вы получается манипулируете, вы хитрите, вы обманываете. Зачем вы это делаете? Вы же в целом-то, наверное, неплохие люди. Заранее вы не планировали забирать? Наверное, потому что произошла какая-то ссора, произошел какой-то конфликт с женщиной. И возможно, она в чем-то тоже не права. Ну поймите, пожалуйста, что как бы ни была не права женщина, это ненормально забирать подарки. Следующая грубая мужская ошибка в отношениях с женщинами, это когда мужчина вначале супер завоеватель, супер ухаживатель, супер такой целеустремленный, супер замотивированный. И как только он завоевывает женщину, как только она становится, он получает от нее то, что он хотел, я сейчас говорю про долгосрочные отношения, да, то дальше он расслабляется, дальше он становится каким-то пассивным, слабым, немотивированным. И у него такое ощущение, знаете, ну я же ее уже завоевал, ну я, то есть ощущение, что смысл, миссия мужчины в отношениях с женщиной, это очень классно ухаживать, это очень классно завоевывать. И как только он это сделал, дальше можно уже расслабиться и чуть ли не лечь на диван. Давайте разделять. Есть какой-то первичный этап, когда вы знакомитесь с девушкой, женщиной, когда вы налаживаете какой-то первый контакт, взаимное доверие, да, и есть этап уже долгосрочных отношений. И когда наступают долгосрочные отношения, это не повод расслабляться, это не значит, что нужно носить, вносить свой вклад, старания в отношения с женщиной. И поэтому попробуйте ваши супер старания на первых этапах как-то, может быть, поубавить, потому что получается, что вы обманываете женщину, потому что получается, вы ее впечатляете, впечатляете, показываете фейверк, показываете супер декорации на первых этапах, и у нее складывается ощущение, иллюзия, что так будет всегда. Она думает, что вот такое ваше поведение, вот такой вы, это и есть вы настоящий. И получается, что за этой маской стараний не видно вас настоящего. И, может быть, есть смысл попробовать меньше показывать себя с наилучшей, с какой-то идеальной стороны на первом этапе, и добавить туда более реалистичный свой образ, себя более реалистичного. Чтобы женщина заранее понимала, с кем ей придется строить взаимоотношения и с кем ей жить. Отношения – это ежедневный вклад, это ежедневные старания, а не какой-то процесс, который сам по себе что-то там где-то происходит. Следующая грубая мужская ошибка в отношении женщины – это считать, что мама гораздо важнее жены, что мама номер один, а женщина – это номер два. Давайте так, если в вашей религии так сказано, что мама – это номер один, значит, следуйте вашей религии. Но в большинстве случаев это там так не сказано. И, безусловно, я ни в коем случае не говорю, что мать не важна, либо кто-то хуже, а кто-то лучше. Понимаете, психологически мать, она дает жизнь ребенку, дает жизнь, например, сыну, будущему мужчине. И мать создает ребенка для того, чтобы он шел дальше в жизнь и создавал свою семью, и создавал свою жизнь. Это не в смысле, чтобы он забыл про маму, или вообще не звонил, не писал. Но получается, что если вы ставите мать на первое место в своей жизни навсегда, получается, психологически вы женаты на матери. Понимаете, тогда получается, психологически вы являетесь психологическим мужем или психологическим отцом вашей матери. И это мешает вам строить вашу благополучную жизнь и семью. Точно так же представьте, если бы для вашей жены, нынешней, либо будущей, либо прошлой, номер один мужчина был ее отец. Какое бы у вас чувство было внутри? Скорее всего, как минимум, это было бы неприятно. Поэтому, если вы вступаете в отношения, если вы создаете семью с женщиной, тогда важно понимать, что там не должно быть в этих отношениях вашей матери. Да, у вас может быть отдельно где-то взаимоотношения с матерью, коммуникация, поддержка отношений, как сын и мать. Но когда вы мать приводите в вашу семью и создаете любовный треугольник, по всем поводам советуетесь с матерью, она влазит в ваши отношения. Она как-то может, может быть, как-то влиять, либо советы, либо мнения, либо решения. Такие отношения зачастую обречены на провал, и там редко бывает гармония и благополучие. Или представьте такой пример. Вы живете с женщиной в квартире, которую квартиру вы купили как мужчина, либо вы вместе сбросились, заработали на эту квартиру 50 на 50, да? И вы возвращаетесь с работы домой, а в квартире ваша жена и ее отец сидят, пьют чай. И, например, жена вас об этом не предупредила, да? Какое у вас будет ощущение? Ну, как минимум, вам будет неприятно, некомфортно, и, может быть, даже будет агрессия, что как это так? Ну, как бы в вашем доме пришел отец вашей жены, хотя вроде бы родной человек. И представьте, вы начинаете с женой выяснять отношения, типа, как так? А жена говорит, ну, это мой отец, он имеет право, он для меня самый важный, самый главный мужчина. Или представьте другой пример, когда мужчина-женщина в отношениях, и женщина говорит, что мой сын самый главный мужчина, номер один мужчина в моей жизни и самый лучший мужчина. На месте мужа, как вы себя будете чувствовать? Правда неприятно? Правда какое-то некомфортное ощущение? Вот точно так же чувствует себя женщина с мужчиной, у которого номер один на пьедестале его мама. Следующая грубая мужская ошибка в отношениях с женщиной, это критиковать, но не предлагать. Критиковать, но не объяснять. Что я имею в виду? Ваша женщина, ваша жена, ваша девушка, ну, как-то не так, вы приходите с работы злой, уставшей, ну, и как-то не так она себя ведет. И она, например, начинает задавать какие-то вопросы странные, которые вы не хотите слышать. Либо вы поделились какими-то проблемами на работе, она дает какие-то ненужные советы. Либо наоборот, вместо того, чтобы дать вам какой-то совет, в котором вы нуждаетесь, а она ведет себя холодно. Она ведет себя не так, как вам бы хотелось, и со временем это накапливается. И человек сначала терпит, а потом просто выражает негатив. Да, и это заканчивается каким-то конфликтом, либо ссорой. То есть, человеку понятно, что вам так не нравится. То есть, ей понятно, что она как-то себя не так ведет. Но зачастую ей непонятно, от чего бы вы хотели вместо этого. А какое вы поведение бы ожидали, ну, скажем так, в идеале, какое ее поведение вы бы ожидали. Какое поведение ее было бы вам приятным. Это получается как некая инструкция. Вот задумайтесь, если вам что-то не нравится в поведении вашей жены, либо в поведении вашей девушки. Задайте себе вопросом, а пробовал ли я спокойно и понятно объяснить, попросить, а как бы мне хотелось вместо этого. Пробовал ли я? Либо если я пробовал, сколько я раз пробовал? 0,0, либо пол раза, либо полтора раза за все отношения? И просто хочу сказать, что, поймите, пожалуйста, люди не телепаты, не экстрасенсы. И, к сожалению, невозможно найти подход к другому человеку, так сказать, не понимая, чего он хочет. Потому что мужчины разные. Вот даже на примере, когда у мужчины депрессия. Разные мужчины по-разному хотели бы, чтобы вела себя его женщина. Кто-то может сказать, я хочу, чтобы она меня вообще не задалбывала и пошла читать книжку в другой комнате. Когда мне станет легче, чтобы она меня с удовольствием там обнимала. Кто-то скажет, я хотел бы советы. Кто-то скажет, я бы хотел пообщаться. Все мужчины разные. И проблема часто лежит еще глубже, что мужчина сам не может объяснить, а как бы он хотел вместо этого. Вот так мне не нравится, вот это плохо, вот это невкусно, вот это фигня, вот тут ты ведешь себя не так. А как бы я хотел вместо этого, он не может сформулировать. Либо он пытается сформулировать, но это выглядит как уже нервный разговор, ну нервный монолог. Он орет, психует, кричит, но спокойно и объяснить, чего же он хочет вместо этого, он не может. И он может сказать, а ты, женщина, ты сама должна знать, ты сама должна найти подход. Не должна она сама знать. Ну даже если она должна знать, но не может она найти подход, потому что все мужчины, люди разные. И поэтому здесь важна спокойная, здоровая коммуникация. И может быть это звучит грубо, но по-хорошему нужно задать себе вопрос. Даю ли я какие-то понятные, так сказать, инструкции к себе, другому человеку? И поверьте, если вы начнете хотя бы пытаться объяснять, как бы вы хотели вместо этого, ваши отношения могут выйти уже на качественно другой уровень. И пятая мужская ошибка в отношениях с женщинами. Пятое, но не последнее, а последнее для этого видео. Эта ошибка звучит так. Создавать прецеденты тревожности для женщины. На что часто жалуются мужчины? Она мне выносит мозг, она какая-то ненормальная, она какая-то эмоционально, что-то вечно ей не так. Большинство жалоб мужчин звучат именно так. И часто эта причина в том, что женщина не чувствует себя в безопасности. Женщина не чувствует какой-то стабильности и ощущения спокойствия. Вряд ли вы слышали такие реплики от женщины. Слушай, я чувствую себя небезопасно в наших отношениях. Вряд ли вы бы слышали это. И многие женщины сами этого в себе не понимают. Но при этом очень много случаев, когда женщина выносит мозг. Так вот, я вам скажу. Женщина выносит мозг, потому что у нее нет ощущения безопасности рядом с мужчиной. И поэтому, если вы хотите, чтобы женщина меньше выносила вам мозги, или вообще не выносила, Тогда задайте себе вопрос. А как я создаю эту, это ощущение, простите за тавтологию, безопасности в отношениях? И часто здесь лежит вопрос в том, что мужчина не дает финансовую безопасность женщине. То есть, женщина, получается, она думает. Так, а что мне завтра кушать? Так, а на что мне завтра ребенка накормить? Так, а где завтра взять деньги, чтобы просчитаться с кредитами, с ипотекой и так далее? Понимаете, если у женщины есть такие мысли, ей очень сложно быть спокойной. Ей очень сложно быть уравновешенной. Такое ощущение, что ее изнутри раздирает. И она в этом состоянии что? Начинает выносить мозг мужчине. Придираться к мелочам. Какие-то непонятные вопросы задавать. Какие-то претензии. Да, ну, собственно, не тот образ женщины, которым хочется видеть возле себя мужчине. Мужчине хочется возле себя видеть какую женщину? Довольную. Довольную, радостную, улыбчивую. Которая смотрит на мужчину восхищенно. Поэтому задайте себе вопрос, как мужчине. А я? Каким образом я создаю эту атмосферу? Просто своим присутствием? Своими красивыми глазами мужскими создаю? К сожалению, нет, не так это создается в нынешнем мире. А как минимум, пониманием, что даже если она завтра не выйдет на работу, даже если вдруг ее уволят с работы, даже если вдруг ее там какой-то бизнес или попытки зарабатывать деньги прогорят, но за этим мужчиной я чувствую себя как за каменной стеной. Он надежный. Если вы этого ощущения не даете, значит вы тогда создаете прецедент для тревожности. Если женщина чувствует себя тревожно, она начинает выносить мозг мужчине. Если вы мужчина и вы хотите разобраться еще больше в женской психологии, психологии отношений, прокачать себя как мужчину с точки зрения психологии, с точки зрения психологических проработок, с точки зрения проработки ограничивающих убеждений, психологических травм, негативных семейных сценариев. У нас есть мужской курс. Прямо сейчас под видео вы можете назвать на ссылку, ознакомиться с деталями, оставить заявку и записаться. Если вы девушка или женщина, приглашаю вас на бесплатные вебинары, которые называются «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Если вы хотите разобраться, как строить правильные отношения, гармоничные и счастливые, как перезагрузить ненормальные, токсичные, абьюзивные, созависимые отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатные вебинары прямо сейчас. Если это видео было полезно, тогда прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите ваши комментарии.